Всем привет! Рада видеть вас сегодня. Скажите, пожалуйста, как связь? По пятибалльной шкале. Замечательно. Все, все хорошо слышно, ничто, ничего не помнит, да? Замечательно. С вами сегодняшний вечер проведут Ольга и Олег Маркеловы, сортированные директора компании Арифлейн. Ничего страшного, без представления. Да. Но Олега сегодня с нами не будет, к сожалению, поэтому вебинар проведу я. Пожалуйста, готовьте вопросы, да, очень нравится отвечать на вопросы новичков, очень нравится отвечать на вопросы директоров и так далее. Давайте посмотрим, кто у нас сегодня присутствует в зале. Поставьте, пожалуйста, свои уровни. На кого делать акцент? Новички тоже есть, да? Все замечательно. Большинство менеджеров и новичков, я так вижу, да? Хорошо. Ну, давайте быстренько сначала расскажу свою историю. Конечно же, вы о нас не знаете, мы вас не знаем, да? Познакомились мы с Сергеем и Галиной Гоглоевыми. Очень приятная пара. Нас просто воодушевили. Мы постоянно смотрим их видео, постоянно. Наши директора тоже растут на видео Сергея Гоглоева, да? Познакомились мы на школе актива в городе Москва и просто такой позитивный, активный человек, от которого просто хочется учиться, да? Мы многого переняли у Сергея и наши директора учатся именно вот этими позитивными отношениями, также работают со своими партнерами. Мы из города Билибе, республика Башкортостан, может быть, кто-нибудь знает такой город. Пришли мы в компанию, вот наша история, пришли мы в компанию в конце 2011 года, в последний день каталога, ноябрь месяц. Через год открыли старшего менеджера, подтвердили в 13-м году директора, в 14-м году стали, закрыли два сразу звания старший директор и золотой директор, и в 16-м году тоже два звания, старший золотой директор и сапировый директор. Пришли мы в компанию Reflame, получается, всего лишь, ну, почти уже 5 лет назад, да, 4 года назад. Пригласил нас в этот бизнес двоюродный братишка моего мужа, когда он нас пригласил, я работала бухгалтером, была уже в декрете в то время, ну, может быть, бухгалтера у вас тоже присутствуют, знаете, мы как бы всегда были реактивными, но когда эти отчеты, вроде начинался отчет, ты его сделала, через месяц нужно делать новый отчет, тот же самый отчет. Первый день закрытия отчета, у тебя очень хорошее настроение, а на следующий день тебе приносят новые отчеты. Вот это мне не нравилось, мы постоянно искали какие-то возможности, и вдруг тут нам Дмитрий Ахов, наш спонсор, рассказывать такие возможности о компании Арифлэн. Конечно же, компанию мы знали. Два раза меня пытались туда даже подписать. Говорили, подпиши, и будь для себя брать косметику. Ну, я честно не понимала, для чего мне это нужно. Если вы приходите продавать, я и так могу выбрать и купить у вас, зачем мне нужно регистрироваться. Ну, они мне говорили, ты красивая девушка, молодая, тебе нужно очень много косметики, поэтому давай мы тебя зарегистрируем за 10 рублей, и ты будешь пользоваться сама. Я не регистрировалась. Не регистрировалась, не понимала, для чего мне это нужно, мне не объяснили. И тогда наш спонсор очень хорошо представил компанию, представил то, что здесь не нужно продавать, не нужно делать акцент на продаже, что в компании здесь 8 видов заработка. Очень грамотно нам этот спонсор все рассказал, и мы, конечно, сразу же сказали попробуем, но мы это не просто так сделали, потому что мы были у него на дне рождения, и когда мы как бы гости пришли, ну, просто в нарядных вещах, то сам Дмитрий сидел в галстуке и в тиджаке. Хотя он и братишка моего мужа, мы, естественно, спросили, ты чем занимаешься? Он нам сказал, что он бизнесом занимается. Братишка, он младше моего мужа, и поэтому нам очень стало интересно, каким же бизнесом может он заниматься, когда мы его уже столько лет знаем, да? И оказалось, что он работает в компании Арифлэйн, ну, я сразу же так улыбнула, подумала, ну, мальчик же, у мальчика все девочки будут точно покупать косметику, правильно? Потому что, как бы, девочки, ну, больше, больше вариант девочек возьмут косметику у мальчика, чем нежели пойдут покупать через каталог у девочек, да? И поэтому я не приняла сразу это все всерьез. Олег не знал, что такое компания Арифлэйн. Он не знал, что это такое, чем занимается эта компания и так далее. И когда Дмитрий нам рассказал о квадранте денежного потока, о мероприятиях, о банкетах, о начислениях, о премиях, ну, полностью маркетинг-план, я, конечно же, была в уроке, была в шоке и сразу же подумала, что нам нужно этим заниматься. Мы сразу же приняли это решение, даже еще не уходили от гостей. Дима нам дал диск, книжку, сказал, ничего не говорите, просто идите домой, почитайте, посмотрите, а потом вы скажете мне ответ, будем мы этим заниматься или нет. Мы говорим, хорошо, мы пришли домой в 12 часов ночи, все просмотрели, все прочитали. В первом часу ночи мы звонили Дмитрию и говорили, что мы хотим работать. Он нам говорил, подождите, завтра я уезжаю в Уфу, через неделю. Он жил в Уфе, приезжал в Белебей. Книга была «МЛМ вам не игрушки», диск был Эдуарда Васильева «Бизнес за 45 минут» и еще одна книжка была «Выбери обеспеченной жизни». Мы сразу же приняли решение, мы ему сказали, приезжай, мы будем работать. И Дмитрий каждую неделю в субботу, в воскресенье приезжал к нам в город, 200 километров от Уфы до нашего города Белебея. 200 километров он ездил к нам целый месяц по субботам, и через месяц нам уже надоело его ждать, просто целую неделю мы сидели и ждали, и мы сами начали проводить встречи. Мы открыли офис, мы проводили встречи, проводили встречи полежаевские. Книжки «Выбери обеспеченную жизнь, МЛМ вам не игрушка». Вот эти книжки нам он дал. И диск «Бизнес за 45 минут» Эдуарда Васильева. То есть мы проводили встречи по теплому рынку, приглашали знакомых, ходили к знакомым, назначали встречи и работали. Ну давайте немножко по фотографиям еще здесь приблизимся. Это мы до Арифлейн. Вот какая жизнь была у нас до Арифлейн. Ну такие обыденные праздники, непонятно. Муж мой дежурный по электроподстанции, я бухгалтер бывший. Что у нас изменилось? Да, что же, наверное, есть эффект. Что у нас изменилось? Знаете, до компании Арифлейн 4 года назад всего лишь мы отдыхали всего на местных курортах. Это наше озеро Аслыкуль-Кандракули. То есть мы никуда не выезжали, мы никогда нигде не были. Дальше у Фы мы тоже никуда не выезжали. Сейчас, благодаря компании Арифлейн, мы уже побывали в 9 странах мира. Это всего лишь за 4 года, представляете? Всего лишь за 4 года мы уже побывали в 9 странах мира. И это только начало. Может быть, у кого-то есть такая мечта, да? Когда мы пришли в компанию Арифлейн, у нас был маленький ребенок, ему было всего лишь 10 месяцев. Он даже ходить не умеет. То есть нам нужно было ездить и проводить встречи. То есть ребенок не ходил в садик, а нам нужно было проводить и ездить встречи. Мы ребенка просили посидеть с мамой, то есть с одной мамой, с другой мамой, да? Конечно же, многие говорят, что родители не хотят сидеть, бабушки там занятые, работают. Да, у нас тоже бабушки работали, и после 4 мы могли только ребенка оставлять. И то, как говорится, да, бабушки тоже уже пожилого возраста, тоже приходят с работы, устают. И, конечно же, тоже были такие возражения, как, ну, это же ваш ребенок, ну, куда вы ездите, ну, зачем вы проводите эти встречи, какая может быть компания, спасибо, какая же может быть компания, компания Арифлейн, какие же могут быть там деньги. То есть вот эти возражения были даже у наших родителей. Мой родной брат говорил, что сектанты приехали, то есть вот на нас. Мы с мужем приезжали в гости, он говорил нам, что вот сектанты приехали. То есть вот такие возражения у нас были. Единственное, что мы сказали своим родителям, мы сказали, «Мам, потерпи, пожалуйста, год, потерпи год, и ты увидишь, как изменится наша жизнь. Ты увидишь, что мы будем зарабатывать хорошие деньги. Потерпи, пожалуйста, год, и мы делаем это все для своего ребенка». Конечно же, родители не стали возражать и стали терпеть, да, можно так сказать. Дальше. До Арифлейн мы хотели открыть какой-то бизнес. Мы хотели открыть магазинчики, мы искали какие-то другие возможности. То есть мы не сидели на одном месте, мы хотели, мы хотели, только мы не знали, куда вкладываться и что делать. Один из бизнесов, который мы хотели создать, это вот грузоперевозки. Мы даже уже вот хотели купить КамАЗ. Хотели купить КамАЗ, мы даже уже фотографировали. Это до прихода компании Арифлейн. Потом, конечно, нам сказали, что слава богу, вы это не сделали, потому что рентабельность, амортизация, то есть вот это все, машина ломается, деньги нужно будет вкладывать неизвестно куда. То есть вот это все осознание к нам пришло только после компании Арифлейн. После того, как нам объяснили вообще смысл жизни, можно даже сказать, да, поэтому вы, когда читаете книжки, вы обязательно оттуда будете спитывать очень много различной информации, даже той, которую вы не знали. Перед вами будет открываться совершенно другой мир. Вы будете расти не только внутрь, ну там, хорошеть снаружи, да, но будете расти как лидер внутри. Вы будете совсем другим человеком, вы будете смотреть другим взглядом на людей, вы будете общаться со своими, теми же самыми родственниками, знакомыми, близкими, и будете открывать для себя этих людей. То есть вы знали их, какие они были раньше, и когда вы будете им проводить встречи или проводили, вы уже, наверное, это знаете, да, люди перед вами будут совсем другими. Поэтому обязательно читайте книжки, обязательно, очень много читайте книжки. Как говорит Владимир Полежаев, да, самая главная книга, которую необходимо прочитать и не один раз, а желательно 50 и 100, да, это «Азбука сетевого маркетинга», салфетки, да, как мы называем, 10 уроков на салфетках. Читали такие книжки? Ну, у вас тоже шикарная, сильная команда, да, Сергеем Гогловым, конечно же, вы такие книжки читали, да, потому что вы тоже, я знаю, что работаете по системе Полежаева, да. Один раз прочитаете, не поймете, читайте второй, третий, четвертый раз, и только потом у вас будет приходить осознание. И только потом, когда вы начнете выращивать своих менеджеров, лидеров, вы будете приходить, прочитав еще раз эту книжку, вы будете понимать, что писалось, о чем говорится в этой книге. Поэтому читайте. Первый наш банкет директоров. Первый наш банкет директоров. Знаете, кто еще не был на таком банкете, это сказка. Я говорю, что никогда никто вам на работе, ни на каком корпоративе такие банкеты вам не будет устраивать. Вот здесь мы на первом своем банкете, мы туда пришли как новички, да, как казалось бы, мы работаем, мы зарабатываем деньги, компания нам уже выплачивает деньги, компания нам уже выплачивает долларовые чеки, о каком таком шикарном банкете еще можно было мечтать, да. Мы как звезды ходили по вот этой красной дорожке. Мы были в шоке, когда к нам подходили, подходили и официанты, и подавали нам шампанское. Мы были в шоке, что нам даже со стола ничего не надо было брать. Официанты сами нам клали, накладывали, подливали шампанское и так далее, да. То есть мы сами с Олегом, я из поселка, Олег из деревни. То есть такое преимущество, такое мы никогда не видели. Понимаете, какой взгляд был у нас на первом банкете директоров. Дальше давайте. Что еще у нас изменилось в компании Арифлейн, да. Мы получили, конечно же, машину от компании. Мы путешествовали, как я уже сказала, да. Были в девяти странах мира благодаря компании Арифлейн, да. Были в Швеции, в Стокгольме, ездили на завод компании Арифлейн. В том году нас компания удостоила чести пригласить в Испанию, в Валенсию. Я думаю, спонсоры вам тоже рассказывали, как там было шикарно, да. И вот знаете, мой Арифлейн, это был до золотой конференции и после. Вот это честно, я приехала с такими глазами, когда мы собрали своих директоров, мы им рассказывали, я им не могла передать вот это все, то, что делает для нас компания. Я не могла это передать, потому что я была тоже просто в шоке, потому что никогда, нигде вы не увидите, да, компания отправляет там, может быть, какие-то там курорты, может быть, какие-то санатории, но чтобы так себя пригласили в Испанию, в Валенсию, мы бы, может быть, сами никогда там не были, да. Нас туда пригласила компания, нас там чествовали, нас там чествовали, поздравляли, сами основатели вставали на колени, да, и фотографировались с нами, где это такое может быть, да. Они сами нам выплачивают деньги и еще становятся на колени и благодарят нас. То есть это многое значит, да, компания, глобальная, мировая компания, да, и она за каждого консультанта в восторге, да, то есть каждый консультант это какая-то частичка, и она за каждого консультанта гордится каждым и каждого чествует, да. Еще что у нас изменилось, для чего мы, конечно же, пришли в компанию Ресвейн, это наш ребенок, как я говорила, да, мы сами никогда не были ни на каких морях, да, мы никуда не ездили, потому что родители, ну, зарабатывали, но не зарабатывали таких денег, чтобы нас с маленького возраста возить на моря. Мы не были никогда там, мы только мечтали, смотрели книжки, там, путешествия, рассказы и так далее, а сейчас мы эту сказку можем делать своему ребенку. Мы свободные люди, у нас есть свобода, потому что мы нигде не работаем, как говорится, да. У меня нет такого, что я там иду к своему начальнику и отпрашиваюсь, чтобы сходить в зубной кабинет к врачу какому-нибудь, да, как многие делают сотрудники, чтобы отпроситься у работодателя, да. Чтобы сходить в садик к ребенку на утренник, тоже нужно отпрашиваться. И я считаю, что вот это главное, что есть свобода, есть свобода. Сейчас очень многие работают через интернет, те, кто еще не отдал своего ребенка в садик, они могут сидеть рядом со своим ребенком, могут сидеть, могут заниматься, да, ходить спокойно на любые ситуационные праздники своего ребенка, да. Ребенок ждет, и многие мамочки не могут попасть на праздник к своему ребенку, потому что либо начальник не отпускает, либо она в командировке на месяц, либо еще что-то. Поэтому это очень главное для своих детей, да. Многие говорят, да, мы много зарабатываем, да, мои родители много зарабатывают, но если родители много зарабатывают, значит, родители не бывают дома. Значит, ребенок не видит родителей, а для ребенка, знаете, деньги не главное. Ему главное, чтобы вы всегда были рядом. Поэтому вот я считаю, что это тоже очень многого значит, что мы уже можем своего ребенка вывозить на море. Мы каждый год стараемся путешествовать со своим ребенком. Мы показываем ему мир, мы рассказываем об этом, да, как говорится, да, мы показываем всю историю. И хотим, мечтаем, чтобы это все было, чтобы он чувствовал и знал ценность компании, в которой мы работаем. Он уже бегает, что бегает и говорит, я буду директором компании Reflame. Ну, давайте теперь о нашем росте, о наших методах работы. Смотрите, многие говорят, когда приходит компания Reflame, поработают один-два месяца, да. У меня не получается, я не могу, я не могу приглашать людей, у меня идут отказы. У нас тоже были отказы. Мы тоже не могли приглашать людей. Когда Дима нам сказал на первой неделе, составьте список знакомых, и мы их в пятницу пригласим на встречу. Мы написали список знакомых, обзвонили, пригласили всех в Reflame, в субботу в 6 часов вечера к нам домой в Reflame. Как вы думаете, пришли ли люди в компанию Reflame к нам вечером, когда приехал Дима? Конечно же нет, потому что первый наш опыт был, мы неправильно пригласили. Поэтому вы должны учиться у своего спонсора всем-всем фишкам, всем методам работы. То есть, ну, конечно же, нельзя было звать на Reflame. И у нас уже большой поток людей, наших знакомых, близких, сразу же отсеялся. Потому что кого мы в первую очередь зовем? Зовем самых родных, самых близких, самых друзей, самых родственников, да. И, конечно же, уже они нам на первой встрече, можно сказать, посияли к трубку, и до сих пор некоторые еще не дошли. Вот. Это была первая наша ошибка. Мы росли целый год до уровня директора. Спонсор был далеко. Приезжал он к нам раз в неделю, потом стал все реже приезжать, раз в месяц, да, проводил школы. И нам, как новичкам, приходилось расти одним. Мы хотели быстрого результата, мы хотели роста, мы понимали, какой целью мы идем. И вот сейчас, может, посмеетесь, да, у кого такие ситуации есть. Когда мы уже стали золотыми директорами, выяснилось, оказывается, то, что у каждого бывают сомнения, у каждого бывают апатии, да. И когда Олег хотел бросить, когда что-то не получалось, когда мы на 15% просидели все лето, Олег хотел бросить, но он мне этого не говорил. А когда я хотела бросить, я ему это не говорила. И то есть вот семейные отношения – это прочный бизнес. Вот старайтесь звать семьями, да, старайтесь завлечь семьи, потому что когда один хочет бросить, другой, другой член семьи на позитиве, он в этот момент работает. И, конечно же, тот, кто хочет бросить, он заглядывается на свою супругу или на своего супруга. И наоборот, вот у нас было так, было хорошо, что мы не говорили друг другу, зачем это надо, давай не будем работать. Мы просто молча пересматривали, передумывали, обдумывали и как бы создавали решение, да. Мы год шли до уровня директора, год росли, но мы знали, к чему идем, и поэтому мы ни в коем случае не хотели бросать. У Олега была позиция доказать всем тем, кто отказался в начале. Наш темп роста. Смотрите, ну тоже показываем мы всегда вот такие акции. 2013 год. Всем директорам присылают годовые акции, то есть сколько ты заработал за год в компании Арифлэп. 307 тысяч за первый год. Да, 307 тысяч мы заработали за первый год, да. Тут видите прям каталоги нули, потом тут выплачивали 10 тысяч, 17, 19, 18, то есть был темп, но был рост. Хоть какой-то, но рост был, и мы это видели, да. Смотрим дальше. Через год, годовой отчет через год. Там было 300 тысяч, здесь 900. Видна разница? Конечно же, видна. Да ни на какой работе у вас не будет такого прироста. Причем за год. Никогда. Никогда вам работодатель, он не заинтересован, чтобы вы росли не только по карьерной лестнице, но и в денежном эквиваленте, да. Не будут вам выплачиваться. Когда у меня Олег сравнивал свою зарплату, он еще не уволился. И он сравнивал свою зарплату, вот, 120 тысяч в год. Сравнивал свою зарплату, то за год у него не только увеличили там на 5 тысяч доход его, да. Но еще и уменьшили, где могли. Поэтому сейчас кризис. Сейчас очень тяжелая обстановка в стране, да. И, конечно же, очень много многих увольняют. И сейчас вот в этот момент надо приглашать, надо рассказывать, надо правильно преподносить информацию. Надо показывать цифры. У вас есть спонсоры, у вас есть шикарные спонсоры, благодаря которых вы можете рассказать их истории. И на их примере вы можете все это рассказать. Следующий год доход увеличивается. Миллион триста. Рост? Еще какой рост? И это не предел. И каждый год вот эта цифра будет увеличиваться. Каждый год. Плюс премию еще разовую по выплатам. Да нигде такого нет. Задумайтесь об этом, да. Ну, давайте, так как это бизнес-история, я расскажу немножко про своих директоров, да. Первый наш директор – это вот такая женщина, Зоя Курманкаева. Сейчас она старший золотой директор в открытом звании. Не поверите, это моя учительница с первого класса. Это моя учительница. Я ее очень сильно любила, уважала, но я к ней целый год боялась идти. Я целый год ее боялась позвать. Я ее видела, улыбалась, здоровалась, обнималась, но позвать я ее боялась. Ошибка для многих. Не бойтесь звать, приглашайте всех подряд. Когда я ее пригласила, и когда мы ей рассказывали презентацию Полежаева, она на нас посмотрела и говорит, ну, ребят, ну где же вы были раньше? Я уже два раза была подписана в компанию Reflame. Первый раз меня подписали продавать. Второй раз меня подписали строить структуру, ну, строить структуру в солнышком. То есть она вокруг себя, она подписывала всех в поселке, в котором мы жили. Всех подряд она регистрировала в солнышком. И все люди, которым надоедало приглашать, покупать, продавать, они уходили. А если солнышко падало, распадалось, нужно было искать им замену, да? То есть не было мотивации искать постоянно новых, 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 новых. И только ей. Вот, поэтому она ушла из компании. И когда мы к ней пришли, она была в восторге. Мы за два каталога ей сделали звание 15%. Как раз была такая акция, кто был в тот момент с кофеварками. И у нее муж совершенно не верил. Муж совершенно говорил, что это лохотрон, пирамида, вот эти типичные фразы, да? И когда Зоа Ахметовна пригласила его в офис, чтобы забрать подарки, и сказала ему, приезжай, ты только на машине, он не понял, для чего. Но он пришел и начал таскать эти подарки, потому что акция была. Она получила 5 кофеварок, микроволновую печь, DVD-плеер. Не помню уже, что там еще было, да? Но вот эти наборы он таскал к себе в машину. Это за два месяца работы, представляете? Бутербродница, да, совершенно верно, Алена. Конечно же, муж сразу же сказал, да, будешь работать, давай, делай. Зоа Ахметовна через год уволилась со своей работы с должности директора школы. Представляете? Когда мы, вот, важная фраза, когда мы к ней пришли, мы, естественно, поинтересовались о ее доходах. Она сказала, Олечка, я сейчас на пенсии, нет, мне, она является лучшим, лучшим учителем Российской Федерации по каким-то там годам, там у них так это определяется. Отличник образования. Постоянно она участвовала, мы участвовали, она музыкант, и мы ездили, участвовали, выступали в каких-то российских даже конкурсах, и тоже были призовые места. За 30 лет работы в школе, за такую вот, если ее трудовую книжку открыть, то у нее будут, вот, им, учителям, ставят вот прям грамоты в этой трудовой книжке, грамоты там, какие-то благодарности. Вот у нее вся трудовая книжка расписана. И за 30 лет работы педагогического стажа, да, ей государство выплачивало пенсию 8 тысяч. Представляете? 8 тысяч всего. Я, говорит, подрабатываю дополнительно, сейчас я директор школы, и мой доход 15 тысяч. В поселке. Представляете? Вот это вот, ого, вот это вот на самом деле, как дурят многие государства, да. И сейчас у двух летный доход около 80 тысяч, как вы думаете? Ей такая пенсия нравится? Очень нравится. И когда мы с ней встречаемся, она всегда меня обнимает, и всегда говорит такие слова. Спасибо, моя дорогая Олечка, что ты меня пригласила в эту компанию. И вот этих слов благодарности хочется больше, хочется большим людям изменить жизнь, хочется большим людям помочь. Конечно же, не все понимают, конечно же, не до всех доходят, да, но нужно объяснять, объяснять, еще раз объяснять. В первую очередь нужно помогать своим родственникам, объяснять, показывать свои примеры. А чтобы родственники пришли, да, обычно родственники приходят не первыми, да, чтобы родственники пришли, вы должны сделать свои результаты. И показать это им, и показать, сколько можно здесь зарабатывать. Следующий директор, старший директор в открытом звании, это французова Татьяна, вот в голубом платье она стоит с мужем. Это логопед садика, тоже ее пригласила уже Зоя Ахметовна, это ее вот веточка идет, ее пригласила Зоя Ахметовна. И когда мы ей проводили встречу, она говорит, вы что, ребята, я являюсь лучшим логопедом города Бенебея, в садике. Обращаются ко мне абсолютно все. Я за день могу заработать 4 тысячи, ну, то есть подрабатывая там, она сидела как раз в декретном отпуске, подрабатывая, я могу легко 4 тысячи заработать. Нет, вы что, ребята, даже, даже нет. И когда вы от нее ушли, она приходит к нам через неделю в наш офис и говорит, я зарегистрировалась. Ну, естественно, подзвала Ахметовну. Мы сразу начали спрашивать, ну, Тань, Тань, расскажи, пожалуйста, что на тебя повлияло, почему ты изменила так отношение резко? Ты вроде все поняла, но ты отказалась. Она говорит, смотрите, во-первых, это пассивный доход, у меня есть дети, я хочу этот бизнес передать по наследству своим детям. Я хочу, чтобы у меня был пассивный доход, я хочу хорошо поработать и в будущем больше не работать. Я хочу заниматься своей семьей, своими детьми. И то же самое, она сравнила доход своего садика, где ей выплачивали 12 тысяч, самый крутой логопед города, да, 12 тысяч выплачивали. И уже доход Зои Ахметовны, когда она, будучи всего лишь 15% звания 15-18%, зарабатывала тот же самый доход. Следующий директор Зои Ахметовны, это ее дочка, вот в пиджачке стоит, да, дочка тоже была на первой встрече вместе с Зоей Ахметовной, когда мы проводили эту презентацию. Она сразу же сказала, мама, работай, я буду помогать. Она риэлтор, и сейчас она директор, очень сильно ей помогала мама, проводила встречи мама. Анжелика вот только сейчас начала понимать значимость этого бизнеса. И вот только сейчас, вот может быть как год, она начала работать через интернет. Следующий директор, это Зиля, вот в светлом платье она стоит. Это человек, которого, которая прошла очень многие сетевые компании. Очень, во многих сетевых компаниях она была разочарована. Но когда ей предложили бизнес-компании Арифлейн, она сказала, будем пробовать и работать. То есть, ну, такой легкий человек. Дальше, под французовой Татьяной уже пошла другая веточка старшей менеджеры, да, мы про них не будем останавливаться. Вот эту веточку Зои Ахметовны, то есть мы работаем, как говорит Владимир Полежаев, на три поколения в глубину. Стараемся это делать, чтобы наши веточки были устойчивые. И как вы думаете, смотрите, бросит ли Зоя Ахметовна этот бизнес, когда она зарабатывает 40 тысяч, французова зарабатывает, ой, 40-80 тысяч, французова зарабатывает 40 тысяч, директора зарабатывают там 30 тысяч, да. И уже есть старшие менеджеры, которые тоже зарабатывают по 20 тысяч. И, естественно, есть 18-процентная группа. Бросит ли Зоя Ахметовна когда-нибудь? Да никогда, конечно же. Следующая наша веточка, это старший директор в открытом звании Ирина Николай Лукьянова. Это люди, вот Ирина никогда вообще нигде не работала, она домохозяйка дома, то есть сразу идут границы. Кто может здесь работать? Учителя и даже безработные, да. То есть она была домохозяйкой дома, сейчас она старший директор в открытом звании. Николай работал с моим мужем на подстанции. И когда Олег на работе печатал книжки «Выбери обеспеченную жизнь для наших будущих консультантов», Николай подошел и спросил, ну что за книжку, Олег, ты печатаешь? Олег говорит, ну хочешь, почитай. Да, он его почитает, он даже не хотел рассказывать ему презентацию, он даже не видел в нем бизнес-партнера. Он почитал и сказал, приезжайте к нам вечером и расскажите презентацию вместе нам, мне и жене. Вот, это следующие наши директора. От Лукьяновых идет золотой директор в открытом звании, Махитова Фарида. Тоже это человек, который прошло очень много сетевых компаний. И на очень много сетевых компаний она обожглась. И когда мы рассказывали ей презентацию, она была в долгах от тех мошеннических компаний. То есть у нее были на тот момент долги. И она говорит, ее пригласила, вот ниже стоит, ниже стоит старший менеджер Ибрагимова Дарья. А вот у Дарьи есть сестра родная, чуть постарше Даши. И она пригласила Махитову Фариду на презентацию. Представляете, да? Фарида, маленькие дети сидят там, ну для нее это дети. И еще и Олег тоже, ну как бы для Фариды он молодой, да? Она говорит, я сначала, говорит, смотрю на вас и не пойму, говорит, то ли это серьезно, вроде деньги серьезные, маркетинг-план суперский, но я не пойму, кто меня будет обучать. И когда мы с ней начали работать, мы сразу же ей пригласили на мероприятие, которое было у нас в ближайшем городе, не в Тиканске, да? Сразу же пригласили, там выступали взрослые люди, мы показали ей взрослых людей. И, конечно же, Фарида тоже осталась в нашем бизнесе. Дальше идет от Фариды старший менеджер Ибрагимова Дарья. Это девочка, которая пришла к нам в компанию в 13 лет. Это девочка, которая сейчас заканчивала 11 класс и открыла старшего менеджера. То есть все возраста, да? Все возраста, все профессии, которые могут работать в этом бизнесе. И под этой девочкой уже тоже открылся старший менеджер. То есть рассказывайте всем, не рассматривайте, молодой человек, взрослый человек, рассказывайте всем. Бывают такие девочки в 13 лет, которые, ну, так выступают даже на сцене. Ораторы могут многие позавидовать. Да, работаем в глубину, в глубину. Мы стараемся делать это все в глубину. Следующая наша третья веточка, это Екатерина и Александр Кальнеев, директора. Когда мы пригласили Екатерину, мы дали единственное, первое в жизни объявление в газету. Мы один раз дали газету и пришла Катя. Пришла Катя, послушала презентацию, начала работать. Мы начали с ней проводить встречи по теплому рынку. Даже 70 лет. Замечательно. Мы начали проводить ей встречи по теплому рынку, но у нее все отказывались. Ну, казалось бы, мы вырастили с Зои Ахметовны, вырастили там Фариду Васитову, да. Но когда пришла Катя, мы уже умели проводить эти презентации. И пришла Катя приглашать, начала своих родственников, и нам начали отказываться. Понимаете? То есть Катя начала работать по холодному рынку. Она начала выходить на промо-стойки. У нее начало получаться. И сейчас Катя тоже закрыла звание директора благодаря интернет-технологиям. То есть это первый наш директор, который очень быстро растет благодаря работе через интернет. Сейчас растут под ней менеджеры. Тоже очень быстрый, стремительный рост. Это одна из сильнейших команд у нас, которые быстро и стремительно растут именно интернет-технологиям. То есть мы ее могли научить теплым встречам, да. Она нас теперь учит работать через интернет, потому что мы работали только по теплому рынку. Вот 4 года мы работали только по теплому рынку. Сейчас мы начали работать через интернет. И наши директора нас начинают обучать. Следующие директора, они у нас находятся не в нашем городе, а в соседнем городе, да. То есть это Ирина Берхольц и Ольга Шуськова. Директора, которых мы открыли тем летом. То есть мы то лето не сидели дома, не отдыхали. Мы три месяца подряд работали вот с этими двумя женщинами и выращивали из них директоров. Осенью они у нас открыли старшего менеджера. То есть за 4 каталога, самые быстрые результаты, да. За 4 каталога мы открыли звание старших менеджеров. Ирина и Ольга Шуськова тоже были во многих сетевых компаниях. То есть вы рассматриваете еще такие кандидатуры, да, как сетевики. Только нужно уметь правильно с ними общаться. Нужно уметь разговаривать словами сетевика, да. Нужно уметь сравнивать маркетинг-планы. У меня, у Олега это очень хорошо получается, вот именно разговаривать с сетевиками, да. И Ирина и Ольга очень хорошо сравнили маркетинг-планы. Очень хорошо сравнили именно наше обучение. Очень хорошо сравнили то, как и за сколько времени можно вырасти и уже зарабатывать. И быстро-быстро делают теперь результаты. Тоже пошла глубина. Тоже есть не один, а уже даже здесь два старших менеджера под Ольгой. И дальше продолжаем стремительно расти в глубину. Вот, это наши четыре веточки. Веточки сапфирового директора, да. Кто такой сапфировый директор? Это четыре директора в первой линии. Вот, это наши четыре веточки. Ну, конечно же, мы уже начали работать и над бриллиантовым званием. Есть менеджер 18%, пятая веточка. И вот только начали запускать себе шестую веточку. Пятая веточка полностью работа через интернет там ведется. То есть, все мои подруги, все мои знакомые, которые находятся в других городах, с которыми я очень хорошо общаюсь, с которыми, может быть, я общалась, когда училась в институте, в колледже, да. Я сейчас всех собрала, всем предложила работу через интернет. Очень хорошо это сказывается на мамочках в депрессе, потому что мамочки в депрессе, они хотят зарабатывать, они хотят иметь какие-то деньги, возможности, да. И, ну, они не могут, потому что они сидят дома. Но через интернет это возможно. У нас есть такие мамочки, которые с четырьмя детьми работают. У нас есть такие менеджеры, которые за полгода, за четыре каталога делают звание золотого директора. Поэтому, я не знаю, вы тоже же работаете через интернет, правильно? Какими методами работаете вы? Напишите, пожалуйста, в чате. Все методы работают, абсолютно все. И теплый рынок, и холодный рынок. Если это работа через интернет, то там не бывает такого. Трое детей, замечательно, Ксения, молодец. Если работа через интернет, то там не бывает такого, что там нет встреч по теплому рынку. Есть все равно встречи. Мы все равно с ними встречаемся. Мы все равно с ними общаемся. Мы все равно просим пригласить, если с одного города, к нам на встречу по теплому рынку. По скайпу, по вебинарам, да, да, замечательно. Поэтому самое главное, нужно с ними постоянно общаться, держать с ними каждый день, созваниваться по скайпу и разговаривать. Вы должны знать именно их, как сказать, их жизнь вы должны знать. Вы должны знать, сколько у них детей, какие у них дети, болеют ли сейчас дети. То есть вы должны стать для них лучшими подругами. Вы должны войти в их отношения и построить с ними отношения. И через интернет это возможно, в соцсетях. Давайте посмотрим статистику рекрутирования по теплому рынку, эта статистика, по теплому, заметьте. Из 10 встреч, 2 человека, которых вы пригласите, сразу же откажутся. Из 10 встреч, вот как бы вы им не рассказывали, как бы вы не убеждали, но из 10 человек 2 обязательно откажутся. Это только теплый, да. Из 10 встреч, с желтым выделено, 3 человека вас послушают, поинтересуются, позадают вопросы, но они тоже откажутся. Из 10 встреч, из 10 человек, из 10 человек, 3 зеленым выделено, 3 человека придут на встречу, послушают вас, заинтересуются вами, но будут думать, уйдут домой и будут думать. И вот эти 3 человека, которые уйдут домой и будут думать, они зарегистрируются, но только с третьего раза. Запомните, если вы один раз провели встречу человеку, не отпускайте, если он отказался на первой встрече, не отпускайте его далеко от себя. Вы должны рассказать ему 3 раза. Вы должны объяснить информацию, донести информацию, я не знаю как, через интернет, по теплому рынку, но 3 раза. Если этот человек, вы рассказали ему, отпустили, и этому человеку рассказал кто-то другой, с параллельной структуры, это будет второй раз. Если этому человеку рассказал третий, с параллельной структуры, то это будет третий раз, и на третий раз он зарегистрируется в параллельной структуру. Но если будете третьим числом вы, то он зарегистрируется к вам. Поэтому не отпускайте, дайте знать, что вы здесь, что вы работаете, что вы растете, постоянно показываете свои результаты. И только два человека, которых вы пригласите, и десять человек навстречу, сразу вы согласятся. Это статистика. И ни в коем случае, никогда, когда вы проводите встречи, провели одну встречу, у вас отказ, провели вторую встречу, у вас отказ, не расслабляйтесь. И не делайте выводы из этих двух встреч. Обязательно проведите десять встреч, и только потом сделайте выводы какие-то. Хорошо? Дальше. Ну, и вот эта формула, от которой зависит успех, зависит ваш результат, которую мы постоянно тоже рассказываем, о которой мы постоянно тоже говорим, это, смотрите, давайте посмотрим. СВ – это врожденные способности. Приходят к вам люди, они очень хорошо говорят, они очень хорошо умеют убеждать, объяснять, да, и вы думаете, о, это мой лидер, да. СП – это приобретенные способности. СП – если человек обучается, читает, он приобретает какие-то способности. ОД – это отношение к делу, это то, как вы относитесь к своему бизнесу. И равно – это все результату, равняется результату. Давайте теперь посмотрим. Если к вам пришел человек, который очень хорошо говорит, очень хорошо умеет общаться, это у него на пятерочку. Но СП – приобретенные способности, он не читает, он не смотрит вебинары, не заходит на планерки. Современно с нулю. И отношение к делу, ну так, на единичку. Ай, как повезет, да. И результат у нас будет равняться пяти. Дальше. К вам пришел человек. У него, ну, такие слабенькие способности. Он, ну, так говорит, ну, как бы слабенько. Но он очень много читает, он много очень смотрит вебинаров, планерок, да. И вот это СП – приобретенные способности, у него на пятерочку. И отношение к делу, так как он много обучается, он относится к этому делу на четверочку. И посмотрим результат 24. Кто побеждает в этом бизнесе? Конечно же, тот, кто постоянно обучается. Тот, кто постоянно ищет какие-то возможности. Тот, кто постоянно хочет добиться своих результатов. Ну, еще вам пару слов скажу, да, про успех, что такое успех, и как же вам добиться успеха в этом бизнесе. Как же? Как же вот многие приходят в этот бизнес, не добиваются успеха и уходят. Многие, многие. Первое, что нужно делать – это действовать. Это постоянно искать возможности, как я уже говорила, да. Успешные люди постоянно ищут возможности. Неуспешные люди разворачиваются при первом препятствии, разворачиваются и уходят. Второе, что влияет на наш успех – это нужно мыслить позитивно. Нужно мыслить позитивно и относиться к этому делу позитивно. То есть если у вас, у каждого бизнесмена, у каждого бизнесмена, который преуспевает в своем бизнесе, есть какие-то трудности, есть какие-то трудности, есть какие-то препятствия. И если вы будете позитивно мыслить, позитивно к этому относиться, то вы эти препятствия не будете замечать. Не будете замечать, будете перескакивать, переходить и так далее. Третье, вы должны любить свое дело. Бывает такое, что вы ходите на работу, вы не любите это дело, вам неохота, вы не хотите туда ходить. Вы должны любить это дело, вы должны любить Арифлейм, свою деятельность, и тогда вы будете преуспевать в этом бизнесе во много, во много раз. То есть сделайте так, чтобы вам было интересно. Придумайте что-то себе такое, чтобы вам было интересно это делать. Работа через интернет. Там очень много интересного, которого даже можно очень многого изучить. Те же самые ролики, которые нужно там выставлять и так далее. Различные методы работы через интернет. Не понравился один метод, ищите другой, третий, четвертый, пятый, десятый. Вы найдете тот метод, который вам будет нравиться, от которого вы будете получать кайф. Дальше. Нужно, ни в коем случае нельзя общаться с неудачниками. Что такие неудачники? Неудачники это люди, которые, почему они постоянно негативят? Потому что это закрытые люди. Это люди, которые не хотят открываться. Это люди, которые не хотят делиться своим счастьем, если у них есть счастье. Это люди, которые не хотят делиться своими деньгами, если они у них есть. Они постоянно говорят мне денег и так далее. Поэтому не общайтесь с неудачниками. Они постоянно негативят. И когда вы, будучи вот только новичок, и начинаете работать, и вы встречаете такого неудачника на пути, то, поверьте, этот неудачник может ваше начало пути убрать. То есть он может сделать так, чтобы вы не были в компании Алисуэнс. А вам это надо? А надо ли вашим это новичкам? Поэтому старайтесь не общаться с негативщиками, не старайтесь их расправить, это бесполезно. И последнее, что влияет на ваш успех, это, конечно же, общение, общение с лидерами, общение с успешными людьми. Вы должны перенимать опыт у этих людей, потому что успешные люди – это лидеры с большой буквы. Это лидеры, которые очень позитивны, которые влияют на вашу жизнь, которые могут зарядить вас позитивной энергией, с которыми очень хочется общаться, у которых хочется учиться, у которых хочется перенимать опыт. Это люди, которые стремятся достичь своей цели, что бы это ни было, вопреки всему, вот с такими людьми нужно общаться, вот у таких людей нужно учиться, вот у таких людей нужно спрашивать какие-то там советы. Понятно? Так, давайте вопросы задавайте. Какие вопросы у вас есть? Потому что время уже час прошел. Пишите вопросы, я отвечу на ваши вопросы. Какой у нас любимый метод работы? Любимый, мы купили, вот я еще не договорила, да, мы купили огромный офис в нашем городе. Сейчас делаем ремонт в этом офисе. И, конечно же, наш любимый метод работы – это работа с теплым рынком. Наш любимый метод работы. Еще вопросы? Работаем по теплому рынку, зовем по теплому рынку. Как зовем? Приглашаем. Если не знаете, как пригласить человека к себе в офис, как мы делали? Мы звонили своим знакомым, близким. То есть, ну, вы же можете позвонить своим знакомым, близким. Мы звонили и говорили, Ирина, добрый вечер, там, или тетя Ирина, да. Здравствуй, тетя Ирина, да. Вы сейчас дома? Дома. Чем занимаетесь? Ну, там, дома, да, сижу. Я сейчас к вам заеду, отниму ваших 40 минут свободного времени. Хорошо, хорошо. Все. Все. Где вы столько находите теплых. Вот вы знаете, я даже еще не перебрала всех теплых. Я не перебрала всех теплых рынок, потому что это невозможно перебрать. Теплый рынок огромный. Он огромный. Если мы сначала звали своих близких, то теперь мы уже зовем, там, с теми, с кем учились, там, в институте. То есть это было когда, да, несколько лет назад, то есть мы учились. И как бы я с ними не общаюсь, но если я им скажу, мне нужно с тобой встретиться и поговорить, не отказывайте. Не отказывайте. Они отказываются только тогда, когда у вас в голове вот здесь. Когда вы в голове думаете, что он не захочет прийти, как я думала со своей учительницей Зоей Ахметовной, да, что она не захочет меня слушать. Они все захотят вас слушать. Поэтому зовем в офис, тоже говорим. «Привет, Светлана, привет! Чем занимаешься? Мне нужно с тобой срочно встретиться и поговорить. Давай встречаемся, Амирова 4, дробь 2». Все. Что случилось? Что такое? Что ты хочешь? Почему так срочно? Не телефонный, Светлана, разговор. Мне нужно с тобой просто встретиться и поговорить. Выдели чатик свободного времени и приди ко мне. За 15 лет еще не всех позвала из телефона. Да, позвали. А, конечно же, их очень много. Мы тоже не всех позвали. У нас тоже очень много знакомых. Была ситуация, девушка говорит. «Моего мужа хотели впихнуть ТР». ЛР, может быть? «Моего мужа хотели впихнуть». Мы говорим, если говорят «Это Арифлейм?» Если они говорят «Это Арифлейм», мы говорим «А ты бы хотела Арифлеймом заниматься?» Он говорит «Нет». Вот тогда мне нужно с тобой встретиться. То есть вы как бы и не врете, что это не Арифлейм. Ну и не говорите. Вот. Еще вопросы. Сейчас очень хорошо работает бренд. Очень хорошо работает, да. И тем знакомым, которым мы даже не успели еще рассказать, мы же выкладываем в интернете фотографии, мы же рассказываем про свои мероприятия, мы же рассказываем про то, как у нас что меняется в жизни, да. Люди это видят. Люди видят, как позитивна наша жизнь и как негативна их жизнь, да. Что они ходят, что у них дом, работа, садик, дом. Дом, работа, там садик, дом. Дом, работа, дом, работа. Все. Только по каким-то праздникам они, может быть, радуют и отмечают какие-то праздники. А у нас жизнь в Арифлейм, это, можно сказать, как сказка. Потому что постоянно мы на каких-то мероприятиях. Вчера мы проводили BMW в нашем городе. Приезжали лидеры. Пришло очень много людей. То есть мы создаем бренд в нашем городе. Да. Так, директора делает каталоги. Ещё вопросы давайте. Взду от вас вопросы. Чужим фото. Смотрите, в смысле чужим фото. Выставлять чужие фотографии на своей страничке? Да, конечно же, когда фото... Зачем? Зачем? Смотрите, мы тоже своим менеджерам говорим, что... Вот они говорят, у нас нет дохода ещё. Как мы можем в интернете создавать свой бренд, если у нас нет дохода? Во-первых, посещать мероприятия. Уже, когда вы посетите какие-то мероприятия, я уверена, что у вас тоже проводится куча мероприятий. Наши новички посетить только одно мероприятие и скинув фотографии ВКонтакте, вы можете уже на себя какое-то внимание обратить, потому что ваши друзья, люди начнут смотреть на эти фотографии и говорить, о, Оксана где-то была, о, надо у неё спросить, о, какая она здесь красивая, потому что у нас все на мероприятия приходят красивые. Правильно? Поэтому, конечно же, выставлять спонсоров своих и говорить, вот наши наставники, вот наши люди, вот их недоход, вот к такому доходу я стремлюсь и такой доход у меня будет. Так, есть знакомые родственники, которые идут только на результат. Что с ними делать? Есть. Поэтому, ещё раз говорю, постоянно, самое главное, нужно всем своим знакомым и родственникам объяснить, рассказать, что вы работаете в компании Арифлейм, провести им бизнес-встречу, потом неважно, откажутся они, будут думать ли они, будут ли что-то ещё делать, но они будут знать, что вы в компании. И когда вы будете расти, вы будете выкладывать свои красивые фотографии, эти люди, которые, ваши родственники, которые отказались тогда, они придут к вам, потому что они знают, что вы Арифлейм. Не нужно скрывать от них, не нужно думать, что я их позову потом, когда у меня будет звание, их позовут другие, их позовут другие ваши параллельные структуры, их позовем мы, потому что вы их не позвали. Поэтому вы должны всех позвать, всем рассказать своим знакомым как можно больше, и чтобы потом они пришли к вам. Потому что сейчас вот даже мои родные, родные братья, да, двоюродные, вот только сейчас они пришли, но они пришли, какого бы негатива они тогда не говорили про компанию Арифлейм, они пришли, и они пришли к нам, потому что мы им рассказали. Сколько встреч вы проводите в день? Смотрите, когда мы хотели расти, когда мы хотели выращивать директора, у нас не стоял вопрос, сколько сегодня встреч мы проведем. Мы уезжали утром в 11-10 и приезжали поздно вечером в 11-12 часов ночи. Я не знаю, сколько там было встреч, я не помню, да, но результаты делаются так. Если вы хотите расти, по максимуму нужно работать, по максимуму нужно назначать встречи, по максимуму проводить скайп-собеседование через каждый там час-полчаса. Вы должны сделать себе какой-то план работы в день. Если вы, допустим, мамочка в декрете, если вы, допустим, работаете по найму, вы должны сделать какой-то план себе. И обязательно придерживаться этого плана, не то, что вот я пришла с работы, я сегодня устала, не хочу, лучше завтра поработаю. Лучше завтра поработаю и так далее, да, откладываем на завтра, ни в коем случае. Мои не верят в чужой доход, а сама еще не добилась. Поверят, поверят, нужно просто показывать много-много результатов. Постоянно писать, вот наши бизнес-партнеры, вот наши лидеры. То есть каждый раз выкладывать фотографии с доходами других людей, с доходами даже, допустим, параллельных, ну, директоров ваших спонсоров, да. То есть постоянно вы это должны делать, чтобы люди думали, что вот люди же растут, люди же зарабатывают. А давайте попробуем, убеждая тот, кто убедительно говорит, если так. Так, если еще есть вопросы, задавайте. Важно работать без оглядки на результат. Делать, делать и в какой-то момент идет прорыв. А если работать с перерывами, это как пытаться закипятить воду, постоянно ее выключая. Нужно работать постоянно, без перерывов. Не откладывать на завтра то, что вы должны сделать сегодня. Если вы зарегистрировали каких-то людей, ни в коем случае нельзя их отпускать, ни в коем случае нельзя их бросать. Потому что есть еще такое правило 48 часов, 72 часов. То есть через, если он загорелся, если он вам сказал на первой встрече, круто, такой маркетинговый план, я хочу, я буду директором. Все, там, помоги мне, все, давай работать. Через неделю встретимся. Ни в коем случае. Потому что через три дня его мотивация упадет. Потому что через три дня, в течение этих трех дней, он встретит очень много негатива на своем пути, которые будут рассказывать, какой Арифлейм хороший. Поэтому ни в коем случае не нужно оставлять своих новичков. В интернете работаем в Одноклассниках, ВКонтакте, Инстаграм. Пока все. Конечно, был спад. Спад, это не то, что ты просто упал, да. Спад бывает у всех и всегда. И поэтому на это тоже акцентрироваться нельзя. Просто нужно постоянно работать, постоянно делать, делать, делать. Ни в коем случае нельзя останавливаться. Ни в коем случае. Если вы сегодня там сделали под собой директора и отдыхаете, в коем случае пока нельзя останавливаться. Как можно больше необходимо вырастить директоров в глубине, чтобы потом уже иметь хороший, пассивный доход. Сколько регистраций в день? По-разному бывает. По-разному бывает тоже от пяти до десяти. Где больше результата? Не бывает такого, что вот здесь боль. Именно у нас, именно у нас очень хороший опыт работы по теплому рынку, как я уже сказала. У нас всего лишь один директор, который вырос благодаря онлайн-технологиям. Сейчас вот выросли 18% группы онлайн-технологий. Пока не могу ничего сказать, но за четыре года работа была у нас по теплому рынку. Мы знаем, как это делать. И знаем вот именно все вот эти моменты. Больше всего здесь это, конечно же, ВКонтакте. Ну все, думаю, вопросов больше нет. Желаю всем огромных побед, огромных результатов от души желаю. Работайте, слушайте своих спонсоров, откройте для себя новую жизнь, потому что если вы будете работать, ваша жизнь изменится. Поэтому встретимся с вами на банкетах директоров, встретимся с вами на золотых конференциях. Жду от вас новых результатов, новых побед. Спасибо вашим спонсорам, что пригласили на ваше мероприятие. И всем пока-пока. Всем до свидания. Ребят, спасибо огромное за выступление. Я прошу прощения, мне не удалось вас представить, Ольга, потому что перегрелся ноутбук. Но я благодарна вам за то, что вы поделились опытом. И это в очередной раз доказывает, что работают абсолютно все методы. Оффлайн, онлайн. Не имеет значения. Главное выбрать систему работы и ежедневно действовать. Согласны со мной? Поставьте плюсики, ребят. Вот посмотрите, да, какой пример яркий. Кто-то говорит, у меня ребенок маленький, я не могу работать, да, мне некогда. Здесь ребята показали пример, что такое возможно. Кто-то говорит, я живу в маленьком селе, в деревне, мне не с кем здесь работать, это не тот контингент. Ребята показали всем пример, как можно, да. Начать работать в маленьком селе и потом переехать в другой город. Кто-то говорит, да, что это же нужно время, это же не сразу деньги. Ну, давайте посмотрим, да, прошло 3-4 года, как вырос доход у ребят. 400 тысяч, 900 в год, более миллиона в год. Давайте потратим это время правильно, да, и потом будем вместе, да, так же, как и ребята, наслаждаться мероприятиями компании, вместе зарабатывать и осуществлять своих деток и свои, конечно же, мечты. Да, правильно Аллочка пишет, кто-то говорит, а мы делаем. Сергей подсказывает, что впереди 2 недели каталога, ребят. Начался он достаточно хорошо. Поставьте оценочки, как вообще вам каталог, как он начался по пятибалльной шкале. Давайте ориентироваться на открытие званий, да, на директорских, на открытие золотых званий, потому что следующий год в компании, юбилейный и такие мероприятия пропускать нельзя. Всем отличного старта на второй неделе, и всем пока-пока. Спасибо, что были на вебинаре. Субтитры создавал DimaTorzok